День славянской культуры и письменности Язык динамично изменяется, и тенденции, которые наблюдаются, в последние годы в развитии русского языка заставляют всерьез бить тревогу многих исследователей и ученых. Представители более чем 30 вузов из всех субъектов Российской Федерации в течение четырех дней обсуждали проблемные вопросы, которые наиболее актуальны для русского языка в современном мире. В ходе коллективной работы по творческим мастерским участники форума создали шесть проектов, касающихся проблематики русского языка, продвижения его в молодежной среде. Значимость данных проектов, она, безусловно, высока, так как проблемы, которые перед творческими мастерскими ставили эксперты, касаются современного состояния русского языка в молодежной среде. Они взяты в том числе из федеральной целевой программы по русскому языку, которая сейчас в настоящее время реализуется. И также на основе предложений самих экспертов. Несколько проектов касаются создания интернета, ресурсов, что, безусловно, близко современной молодежи. И таким образом ребята пытаются на основе информационных технологий привить интерес, привлечь различные целевые группы к проблемам русского языка и популяризации его среди молодежи. И, в частности, некоторые проекты касаются решения проблем погружения иностранных студентов, которые учатся в наших вузах, в культуру России. Форум подобного формата прошел впервые и стал своеобразным итоговым мероприятием, где профессорский состав Государственного института русского языка имени Пушкина, институт русского языка имени Виноградова Российской Академии Наук, МГУ имени Ломоносова вместе с небезразличными к своей культуре студентами пытались обозначить наиболее проблемные точки и найти пути их решения. Я очень благодарна организаторам этого форума за то, что они вообще пошли на то, чтобы и организовать, и осуществить такое совершенно необычное мероприятие, потому что привлекли, во-первых, молодежь со всей страны и из разных вузов, а во-вторых, это оказалось для них не только какой-то там площадкой, чтобы себя показать, но, по-моему, это стало для них еще школой, потому что они услышали друг друга, узнали о тех задачах, проблемах, которые стоят в области русского языка, узнали о проблемах, которые существуют даже отчасти в современном мире. И, кроме того, им удалось пройти, ну, пусть это микрошкола, но все-таки это школа, которая, ну, на самом деле, это не только наши лекции, да, они послушали лекции преподавателей из других вузов, из Москвы, и из академического института, но и они послушали друг друга, то есть они увидели уровень подготовки других студентов, и профессиональный уровень, и творческий уровень. Кроме того, если вы задаете вопрос о том, какие проблемы, да, поднимались студентами, касающиеся состояния русского языка в нашей стране, ну, во-первых, первая проблема, на которую обратили внимание студенты, и этому были посвящены некоторые проекты, это проблема орфографии. Оказывается, сейчас не только иностранцы, но и даже наши студенты, особенно студенты технических вузов, не умеют писать грамотно. Вот. Это касается и правильной речи. Тоже есть такие проекты, которые предусматривают и эту сферу деятельности. Много проектов студенческих были посвящены обучению русскому языку иностранцу. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что в самом деле и много людей хотят учить русский язык, я имею в виду иностранцев, но и, кроме того, люди хотят нести знания о русском языке в другие страны, обучать другую молодёжь, других студентов, кого угодно, детей, русскому языку. Всероссийский форум в стенах Рязанского университета получил имя Измаила Срезневского, учёного, чьи корни находятся на Рязанской земле. Он был перевезён родителями в Харьков в двухмесячном возрасте. Его отец, профессор Иван Евсеевич Срезневский, был основателем кафедры древних языков и российского красноречия в Харьковском императорском университете. В 14 лет Измаил самостоятельно поступил на философский факультет этого университета. А в 15 лет, как студент второго курса, с группой университетских товарищей, успешно занялся изучением и сбором этнографических материалов в Запорожье. Под его руководством выпущено семь сборников запорожской старины. Эту работу высоко оценили Гоголь, Шевченко и многие другие писатели и историки Украины. В 29 лет Срезневский был направлен Министерством народного просвещения России в трёхлетнее путешествие по славянским землям. Он стал не просто исследователем-собирателем, изучавшим славянские наречия. Он, по словам современников, стал послом мира, призывал народы изучать культуру и языки друг друга, дружить и всячески содействовать миру в Европе. Мы гордимся своим музеем. Его материалы сейчас актуальны, как никогда. Музей знаменитого учёного, расположенный в здании филологического факультета Рязанского государственного университета имени Есенина, результат 20-летней работы многих людей. Нина Васильевна, заслуженная учитель России, в 40 лет преподавала русский язык в школе, теперь работает в ВУЗе. И вот уже долгие годы пытаются собрать и сохранить память о великом учёном-филологе, нашем земляке. Русский язык – это, наверное, самая главная принадлежность государственности. Об этом сейчас и в дни славянской письменности, и практически в течение всего года мы говорим, потому что то, что сделал Срезневский в деле славянского объединения, в деле изучения славянских языков и культур, для того, чтобы наши народы были дружны, чтобы наши народы друг другу помогали в течение полутора столетий, сейчас же это очень актуально. И то, что он сделал, практически никому в науке не удалось. А мы вспоминаем с достоинством и честью, что это наш земляк. Он покоится по своему завещанию в селе Срезнево, в нашем Рязанском крае. В этом небольшом помещении – срез культуры двух столетий. Этот музей первый в России, посвящённый жизни и творчеству великого учёного-языковеда. За свою жизнь Измаил Иванович Срезневский написал почти четыре сотни работ и стал создателем полного словаря древнерусского языка. Он объехал всю страну, разыскивая, изучая и сравнивая письменные источники XI-XIV веков. Не случайно до сих пор его признают величайшим полиографом – специалистом, изучающим историю письма о закономерности его развития и памятнике древней письменности. Между тем, признайтесь, далеко не каждому знакомо даже имя великого земляка. В настоящее время юбилей празднуют уже труды Срезневского. Его мыслям об истории русского языка не так давно исполнилось 200 лет. Тем более удивительно, что уже в ту эпоху, когда не каждый был знаком даже с грамотой, Измаил Иванович понимал, что культуру народа нельзя изучать в отрыве от языка. Вообще надо понять, что язык – это такая форма, которая включает в себя все – и культуру, и историю. Если мы знаем язык, если мы изучаем язык, мы непременно касаемся истории и культуры. В свое время, я чуть-чуть вернусь к Срезневскому, в свое время, когда после славянских путешествий очень активно в России началось вот это славянское движение, потому что пять ученых из России изучали славянскую культуру для того, чтобы создать кафедры славянских наречий в пяти русских университетах. И тогда даже царь заволновался, что, вы знаете, наверное, вы что-то внесете, какую-то смуту, а вдруг что-то пошатнется. И тогда именно Срезневский сказал, мы изучаем историю славяноведения, мы изучаем вообще развитие славяноведения только филологическим путем. То есть показалось, что мы изучаем только наречия. Но любой историк и культуролог тогда порадовался, потому что действительно, изучая в том числе и нашу русскую, наше русское наречие, оно уже огромное, количество наречий и языков в нашей России. И каждый историк и культуролог порадовался тому, что действительно, именно через язык мы все познаем. Вопрос очень важный. Он остается практически главенствующим. И все чаще проходят конференции, которые объединяют и языковедов, и культурологов, и журналистов, и историков, и археологов, и полиографов. Потому что, во-первых, для Срезневского это все нераздельные науки. Он считает, что это как раз то, что достигает совершенства в познании своего народа. Язык, культура и так далее. Когда Срезневский на три года отправился в экспедицию, целью которой было изучение языка и культур славянских народов, он так и не сумел попасть в Болгарию, потому что это были годы Османского ига. Он до последнего предпринимал попытки. Ведь основной целью его было не только изучить, но и объединить. Помимо научной миссии, Срезневский взял на себя миссию дипломата и сделал шаг в сторону объединения славянских народов. Два единства, фрагмент. Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней. Что значит для нас объединить? Понятно, что мы не сможем объединить весь славянский народ в одну организацию. Невозможно знать всех лицов, равно как вызывать взаимодействие со всеми. На это и сотни жизней хватит. Если мы хотим, чтобы славянский мир стал един и целым, начнем относиться к нему как к единому целому. Русский язык – это великое достояние нашего русского народа, которое нужно любить, хранить и развивать. Я встречалась с очень многими учеными именно разной направленности, то есть продолжателями дела Срезневского. И они говорят о том, что действительно, это очень важный аспект. Мы никогда не воспитаем человека. Даже мы можем, так сказать, вложить в него знание языка на уровне вызубренной грамматики, синтакси и так далее. Этого не может быть, потому что язык – это прежде всего отражение нашей культуры, нашего языкознания, диалектологии, если хотите, знания народных говоров и так далее. Все это важно. Я отработала в школе почти 40 лет учителем русского языка. Здесь вот в университете я 8 лет работаю. И уже работаю со студентами, и на более таком высоком научном уровне. И мне все равно, когда приходят первокурсники, мне кажется, мы что-то в школе им не додаем. Потому что к языку надо воспитать, прежде всего, любовь, уважение. Надо научить, может быть, и даже каждого педагога говорить, общаться на своем родном языке. И не стремиться с 5 лет вести, изучать иностранные языки, не погружая ребенка в свой собственный. То есть то, что хотел Срезневский увидеть в русском человеке, это знание языка через свою классику, через классическую литературу. Русский язык, он прекрасен, он уникален. И никто и ничто не может его испортить. А загрязняется наша речь. То, как мы владеем языком. И что нужно для этого сделать? Любить, знать, изучать. Конечно же, опять-таки, красиво на нем говорить. Каждый народ должен знать и ценить свою культуру, которая дала ему воспитание и особое чувство родного языка. В День славянской письменности наша программа поздравляет славян из всех стран, ревностно оберегающих основы своего языка и культуры, благодаря которым наше духовное богатство передается из поколения в поколение. Богатый опыт предыдущих лет мы можем почерпнуть из книг, узнать о множестве традиций и оценить через века, как жили наши праотцы. Так пусть сегодня каждый задумается о великом наследии нашего государства и дружественных нам соседних стран.